Казахстан 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 между всеми участниками филиалов Ижевского государственного технического университета. Сюда приехали Ижевск, Воткинск, Сарапул, а также выпускники Воткинского филиала ИЖГТУ. Если вы посмотрите на многих наших замечательных артистов, замечательных руководителей российских, то многие из них прошли школу КВН, а значит это хорошая школа. А я желаю, чтобы сегодня победила дружба, победил интеллект, победило творчество и юмор. Успехов вам! Алло, приемная Бога слушает! Могу я услышать ректора Ижевск? Хорошо, соединяю. Так, девушка, прекратите поясничьи. Соедините, пожалуйста, с Борисом Анатольевичем. Хорошо, соединяю. Борис Анатольевич, но я вам все-таки по серьезному вопросу звоню. Итак, представьте, студенты пишут письмо своему декану. Так, пиши, уважаемый Анатолий Петрович. Не-не-не, не уважаемый, а прикольный. И зарисуй еще, зарисуй. И много-много восклицательных знаков. Исмайл. Прикольно. А как думаешь, прочтет? А если бы тебе гвоздем на машине нацарапали, ты бы не прочел? А знаешь ли ты, Илья, что у нас у всех на носу? Веснушки? Нет, не веснушки. Татьянин день. Конечно, знаю. Именно в этот день, 25 января 1755 года, по новому стилю, императрица Елизавета подписала указ о учреждении Московского университета. Кстати, святая Татьяна считается покровительницей всех студентов. А имя Татьяна в переводе с греческого обозначает устроительница. Также в 60-е и 70-е годы 19 века Татьянин день стал неофициальным праздником студентов. И именно этот день студенческое братье отмечает очень весело. А мы поздравляем всех Татьян с именинами. А также всех бывших и нынешних студентов с праздником. Господа студенты, будьте благоразумны. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!